26 апреля 1994 года авиалайнер Airbus A300 авиакомпании China Airlines выполнял плановый рейс 140 по маршруту Тайбэй-Нагоя. На борту лайнера находились 271 человек. Рейс 140 вылетел из Тайбэя в 17 часов 53 минуты. Расчетная продолжительность полета составляла 2 часа 18 минут. В 18 часов 14 минут в соответствии с планом полета, выданном в аэропорту Чанкайши, летящий со скоростью 861 км в час, самолет занял высоту 10 050 метров и взял курс на ногою. В 19 часов 47 минут диспетчер контроля в Токио дал рейсу 140 указание покинуть высоту 10 050 метров и снижаться до высоты 6400 метров. В 19 часов 58 минут экипаж перешел на связь с диспетчером подхода в аэропорту Камаки. В процессе снижения экипаж также снижал и поступательную скорость самолета. В 20 часов 4 минуты диспетчер подхода дал указание выполнить левый разворот на курс 10 градусов, а спустя 3 минуты сообщил, что посадка будет осуществляться на полосу номер 34 и дал указание переходить на связь с башней аэропорта. Все это время полет проходил под управлением автопилота. В 20 часов 11 минут второй пилот отключил автопилот. Рейс 140 прошел внешний маркер, а диспетчер башни Нагои дал разрешение на посадку. Погодные условия в Нагое в это время были хорошие. Заход на посадку в ручном режиме проходил нормально, но в 20 часов 14 минут на высоте 326 метров второй пилот случайно включил переключатель тога. В данной ситуации это означало уход на второй круг, поэтому режим работы двигателей был увеличен, что вызвало продольный толчок. Командир увидел это, отчитал второго пилота и дал ему указание выключить этот переключатель, но второй пилот этого не выполнил. В течение следующих 15 секунд авиалайнер выровнялся на высоте 317 метров и находился в 5,5 километрах от торца взлетно-посадочной полосы 34, оказавшись при этом выше глиссады. Затем командир дал второму пилоту команду вернуть самолет в глиссаду, поэтому тот отклонил руль высоты вниз, при этом забыв отключить тога. Но тут же автопилот, который запустился включением тога, распознав снижение высоты, отклонил стабилизатор вниз, тем самым пытаясь поднять нос самолета. Также был еще больше увеличен режим работы обоих двигателей. Увидев это, экипаж выключил автопилот. Но когда авиалайнер снизился до 155 метров и находился примерно в 2 километрах от торца взлетно-посадочной полосы, сработала дополнительная система защиты. В результате, в 20 часов 15 минут, рули высоты также были переложены на кабрирование, а двигатели переведены на взлетный режим. Под крутым углом лайнер начал набирать высоту, при этом теряя поступательную скорость. Угол кабрирования достиг 52,5 градусов, из-за чего сработала система предупреждения о критическом угле атаки. Увидев это, командир крикнул второму пилоту, чтобы тот выключил переключатель тога, а сам отключил сигнализацию о критическом угле атаки, снизил режим работы двигателей и убрал закрылки с 40 градусов до 15. Второй пилот при этом предупредил авиадиспетчера об уходе на второй круг. В 20 часов 15 минут сработала сигнализация GPVS, предупредив об опасном угле скольжения, а в течение пару секунд прозвучала сигнализация опасности сваливания. В 20 часов 15 минут самолет достиг высоты 527 метров, когда скорость резко снизилась до 144 км в час, а подъемная сила упала до критического значения. Авиалайнер опустил нос и понесся вниз. Примерно в 20 часов 15 минут рейс 140 рухнул на землю около рулежной дорожки ЭХА-1 и в 110 метрах северо-восточнее торца взлетно-посадочной полосы 34-я аэропорта Камаки и полностью разрушился. В катастрофе погибли 264 человека, все 15 членов экипажа и 249 пассажиров. 7 пассажиров выжили, получив ранения. На 2021 год катастрофа рейса 140 по числу погибших занимает первое место в истории авиакомпании China Airlines. Расследованием причин катастрофы рейса 140 занялся Японский комитет по безопасности на транспорте. Окончательный отчет расследования был опубликован 19 июля 1996 года. Согласно отчету, причиной катастрофы стали многочисленные ошибки экипажа. Также выяснилось, что у обоих пилотов был малый опыт управления Airbus A300. Второй пилот управлял только небольшими самолетами, а командир имел большой опыт управления Boeing 747 первых модификаций. Но всего несколько месяцев назад был переведен на Airbus A300. Поскольку у China Airlines не было летного симулятора Airbus A300, командира обучали на симуляторе, который был настроен по-другому. 3 мая 1994 года Главное управление гражданской авиации Китайской республики выдал авиакомпании China Airlines распоряжение об изменении автопилотов на всех самолетах с последующим уведомлением о внесении изменений, а также распоряжение для всех китайских авиакомпаний о предоставлении дополнительных обучений и повторных оценок знаний для пилотов на лайнерах Airbus A300. Смотрите также. 12 августа 1985 года самолет Boeing 747 авиакомпании Japan Airlines совершал внутренний рейс 123 по маршруту Токио-Осака, но через 12 минут после вылета лишился вертикального хвостового стабилизатора, что привело к выводу из строя всех четырех гидравлических систем и потери управления. Экипаж сумел продержать неуправляемый самолет в воздухе 32 минуты, но в итоге самолет врезался в гору Такамагахара в 100 километрах от Токио. Друзья, если вы хотите помочь улучшить контент, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Субтитры создавал DimaTorzok